Приветик всем! Сегодня хочу показать свой заказ с сайта iHerb и достаточно интересный он у меня получился. Здесь интересные продукты, некие бестселлеры с сайта iHerb. И кому интересно, то желаю приятного просмотра. Закончилось у меня кокосовое масло и на сменку я решила попробовать от Now Solutions. 207 мл стеклянная упаковка, очень добротная, но для меня оказалось большой неожиданностью то, что это масло не имеет абсолютно никакого аромата. Я не знаю, девчонки, хорошо это или плохо, но как-то так. Я еще пока не успела им воспользоваться. В скором времени буду делать маски с помощью этого масла для волос. И также планирую использовать его и для тела. Но как-нибудь свой отзыв я, конечно, оставлю. Следующий продукт для тела, который я уже протестировала, и он мне безумно понравился, это крем с усиленной формулой, с маслом ши, какао-баттер крем. Подходит он и для рук, и для тела. И также на сайте было заявлено, что подойдет он и для лица. Но в этом креме настолько такая густая консистенция. Мне кажется, для лица, ну, возможно, подойдет тем, у кого супер сухая кожа. Но консистенция, вот прям, можно видеть, насколько она плотная. В этом креме просто обалденный аромат. Пахнет маслом какао. Очень хорошо питает. Я воспользовалась им и на ручки, и на ножки. Классная вещь, мне очень понравилась. Действительно восстанавливает, напитывает просто на ура. Это крем, если использовать его для ног, не из той серии, что просто намазал, все впиталось. И никакого эффекта нет. Он дает эффект и достаточно положительный. А для тела его можно использовать. Но я бы сказала, на холодный период времени все-таки он плотноватый. На лето, конечно, не подойдет. Но мне понравилось то, что этот крем впитывается, не оставляет пленки, оставляет приятный аромат на руках. И замечательно справляется с шелушением и сухостью. Классный, очень понравился. Взяла на пробу я кондиционер от компании Экьюр. Этот кондиционер с мятой, эхинацеей, маслом бабосу, протеинами. Вообще достаточно богатый у него состав. Натуральный кондиционер. Я не рискнула взять к нему шампунь. Все-таки компания Экьюр стоит недостаточно бюджетно для меня. Решила начать свое знакомство с бальзамом. Я планирую просто купить бессульфатный шампунь. Возможно, тоже с каким-нибудь охлаждающим эффектом. И пользоваться вместе с этим кондиционером. Когда будет лето, будет жарко, сразу же его открою. Он у меня сейчас зафольгированный. Но даже через фольгу чувствуется такой мятный, освежающий аромат. Ну, посмотрим, как он будет себя вести. Следующая моя покупка, моя давнешняя хотелка. Это массажная щетка. Компания у нас называется вот так. Я давно гонялась за такой щеткой. Я знаю, есть такие массажные щетки у The Body Shop, у компании Spivak. Но их просто невозможно застать в наличии. Видать, разбирают. Либо мало как-то завозят в магазины. В интернет-магазине тоже никогда не могла найти. Решила заказать с сайта iHerb и осталась в полнейшем восторге. Здесь у нас такая грубая щетина. На обратной стороне массажные шарики. Классно работает. Действительно пилингуют. С этой щеткой можно делать как сухое растирание, так и пользоваться ей в душе. Это очень важно, потому что такие щетки не все идут пригодными для использования в воде. Этой щеткой можно пользоваться, что огромнейший плюс. И, конечно, она пилингует, растирает кожу просто на ура. Осталась в полном восторге. Стоимость этой щетки немножко больше 300 рублей, что я считаю достаточно выгодно для такого продукта. Оставлю, девчонки, все ссылочки под этим видео. Поэтому проходите и смотрите, кому интересно. Также ни один мой заказ не обходится без витамин. На этот раз я взяла для зрения. Это у нас витамины с лютеином, цинком и группой витаминов В. 50 капсул. Классный производитель. Я уже покупала несколько видов. Я уже даже не знаю, сколько именно. Но много, скажем так. Они действительно работают. Они дают эффект. Мне очень нравятся. И стоят они не так дорого по сравнению с другими витаминами. И, конечно, по сравнению с тем, что продается у нас в аптеках. Поэтому, если есть у меня возможность, я всегда заказываю именно с Айхерба. А также я взяла себе масло эфирное. Сладкого апельсина от Аура Акация. Масло цитрусовых имеет такой тонизирующий эффект на кожу. Я планирую добавлять просто в свой обычный крем для тела. И надеюсь, что какой-то антицеллюлитный эффект это масло мне будет давать. И немножко подтягивать, тонизировать кожу. Сейчас это очень актуально. Аромат обалденный. Буду пользоваться. И здесь 15 мл. Также то, что я решила попробовать. Это действительно бестселлер сайта Айхер. И на ютубе просто гремит. Это у нас паста для удаления волос. А с лица тревел набор. Но этого тревел набора хватит надолго. Сейчас я покажу упаковку. Просто несколько слов. Это натуральный воск. Он пахнет медом. И можно им удалять нежелательные волосы над губой. И также вот такой мелкий пушок над бровями, под бровями и между бровей. Но, конечно, все это делать аккуратно. Сам воск выглядит вот таким образом. Маленькая такая упаковка. Но, несмотря на это, хватит ее на очень долго. Для одного применения нужно просто вот там небольшое количество. 45 грамм. Этот воск мы ставим в микроволновку на 10 секунд. Не взумайте, девчонки, ставить на дольше. Потому что воск разогревается до такой степени, что можно просто-напросто получить ожог на лице. Будет это не очень приятно. Поэтому будьте аккуратны при использовании. Но работает просто на ура. Не сравнится ни с какими восковыми полосками. От вид и так далее. Это другой уровень. Удаляет буквально с первого применения все волоски, включая даже самые мелкие. Мне понравилось. Самый главный плюс то, что на лице потом не остается воска. Если немножко осталось, то можно просто удалить теплой водичкой. И также, какой еще огромнейший плюс, это то, что в наборе идут многоразовые салфетки. Вот именно этой салфеточкой я уже пользовалась. Просто в тепленькой водичке постирала. И она как новенькая. Их там, по-моему, штук 6, если я не ошибаюсь. Все это дело очень удобно и очень эффективно. И также в наборе два вот таких деревянных шпателя. Удобно наносить им сам воск непосредственно на то место, где нужно удалить нежелательные волоски. Этому продукту я ставлю просто пять с плюсом. Я от него в восторге. Дальше, девчонки. Несколько товаров от Эльф. Во-первых, решила я купить себе кисть для минеральной пудры. Вот информация на обратной стороне. Может, кому-то будет интересно. Я, конечно, немножко другого ожидала от этой кисти. Я думала, она прям такая будет большая, хорошо набитая для пудры. Но для пудры эта кисть не подойдет. Объясню почему. Она настолько пришла миниатюрная. Но меня это не расстроило. Кисть хорошо набита. Она мягкая. Она ровно подстрижена. Волоски в ней не торчат абсолютно. Приятно к ней прикасаться к лицу. Обалденная прорезиненная ручка. Я планирую этой кисточкой пользоваться для, например, бронзера, либо румян, для хайлайтера даже она подойдет. Но не для пудры. Потому что, как можно видеть, она достаточно миниатюрная. Будет проблематично наносить пудру на все лицо. Но по своему качеству просто обалденнейшая. Очень мне она понравилась. Также от Эльф знаменитый продукт. Это у нас пудра для закрепления консилера. Прозрачная. High Definition. Сама пудра выглядит вот таким образом. Она очень миниатюрная. Здесь всего 12 грамм белого цвета. Но на лице она никакого цвета, конечно, не даст. И внутри просто заглушечка. И такие мелкие отверстия для пудры. Также в наборе к этой пудре идет у нас вот такая кисточка. Но кисточка, конечно, нереально маленькая. Невозможно ей наносить продукт. Бесполезная, но ничего страшного. Также от Эльф решила я попробовать кремовые румяна. Это у меня оттенок тост. Стоили они прям какие-то копейки. Вот на вид цвет очень даже неплохой. Но меня смутило немножко то. Сейчас я их открою, вам покажу. Меня смутило немного то, что в самих тенях есть какие-то такие блесточки. Они ярко выражены. А вот так выглядит румяна. Ой, румяна, девчонки, тени. Немножко заговариваюсь. Они очень мягкие, когда к ним прикасаешься. И сейчас попробую сделать сводч. Вот, можно заметить, что они действительно такие блестящие. Я не очень люблю такой эффект на своих глазах. Но, может, как-то в серединку глаза, чтобы сделать акцент, я буду ими пользоваться. Но, на первый взгляд, они мягкие. Они хорошо передаются. Пока по носке не знаю. Не успела еще их поносить. Но будем тестировать. Может, они мне даже и понравятся. И последнее, девчонки, что было в моем заказе. Это набор кисточек от Эко Тулс. Здесь идет две штучки. Но, как можно видеть, на той и на той стороне кисточки есть сама кисточка. Да, объяснила. Тоже сейчас открою, девчонки, и покажу вам. Кисти мне также понравились. Это у нас набор кистей именно для макияжа глаз. Они мягкие. Но у меня уже были кисти от Эко Тулс. Поэтому я примерно знала, какое качество кистей мне придет. Оно, конечно, меня не разочаровало. И вот сами кисточки. Вот так они выглядят. Очень они мягкие. Они хорошо наносят тени. И с обратной стороны. Вот эта мне, кстати, понравилась. Мне как раз такой не хватало в моем наборе. И кисть для подводки. Но она не очень мягкая. Поэтому, я думаю, можно использовать ее и для бровей. Во всяком случае, на это надеюсь. Ну, вообще, кисти у Эльф, у Эко Тулс, они бюджетные и достаточно хорошо работают. Ну, вот, девчонки, это весь мой заказ с сайта iHerb. Надеюсь, вам было интересно. Что-то полезное для себя вы почерпнули. Переходите в инфобокс. Там будут все ссылки на продукты. И, конечно же, код на скидку на первый заказ на 5 долларов. Большое спасибо вам за внимание. Увидимся в следующем моем видео. До скорых встреч. Всем пока.